Большая разница Иван, Иван, уже скоро? Терпите, Саша, подождите, рано. Еще не пора? Ну, еще чуть-чуть поближе подпустим. Ну, а сейчас уже пора? А вот сейчас давай, Саня. У Корского вокзала стоял я молодой. Что за идиотская автобиография? Друзья, это большая разница на первом канале. Добрый вечер. Большая разница. Иван, вы слышали, что люди после смерти, они попадают либо в рай, либо в ад, либо в эфир канала НТВ? Да, тот знаменитый катафалк с зеленым шариком вместо клаксона. Причем, похоже, у звезд только последний вариант. О, да. Канал НТВ. Даже знаменитая Ванга, думаю, не смогла предсказать, каким будет фильм о ней на канале НТВ. Александр, у нас есть уникальная возможность вместе со всеми, со зрителями, посмотреть прямо сейчас пародию на фильм о великой Ванге, который однажды появился в эфире канала НТВ. Прямо сейчас. Большая разница. В этой квартире все осталось точно таким, как тогда, когда здесь жила знаменитая Ванга. За исключением того, что здесь немного прибрали. Что же такого произошло в доме самой известной предсказательницы? Ничего. Но вы все равно не переключайте и смотрите нашу программу. Имя Ванги стало знаменитым сразу после того, как канал НТВ объявил, что обладает секретным архивом ее предсказаний. Мы опросили родных, близких и других медленно бегущих людей. У нас в гостях соседка по саду, брата отца дворника племянницы Ванги, которая, я думаю, знает все ее секреты. Да ничего мы не знаем. Говори! Говори! Мы обратились к эксперту-психологу. Говори ее тайны! Говори тайны Ванги! Кто еще может знать тайну Ванги? Наш канал не остановится ни перед чем. Говори! Говори ее тайны! Обещаю, тебе ничего не будет. Говори! Ты каждый день ходишь с пакетом под ее окнами. Говори! Говори ее тайны! Мы допросили близких других медиумов. Тестя Глобы, ворона Онищенко и сестру осьминога Пауля. Говори! Говори! Ай, Белонгик! Нам повезло. Нам позвонил таинственный негромант Анатолий, который предложил воскресить Вангу всего за 10 тысяч рублей. Анатолий уже работал подобным образом с группами «Руки вверх» и «Комбинация». Анатолий уже работал подобным образом с группами «Руки вверх» и «Комбинация». Говори, шучера! Анатолий уже работал в «Руки вверх» и «Комбинация». Ну что ж, видимо, на этом Ванга на МТВ подошла к концу. Но она обязательно вернется через пять лет. Ведь к тому времени произойдет много событий, к которым мы сможем раскопать много ее пророчеств. Увидимся через пять лет. Смотрите в новом сезоне на НТВ. Сериал «Бандитский Альдебаран». Премьера года «Глухарь» и «Месть ситхов». «Чужой против хищников» в каждом ток-шоу «НТВшники». И, наконец, традиционный новогодний вечер свыше расы. Большая разница! Добрый вечер! В эфире «Большие новости». О самом главном – понятными словами. 8 ноября клубу веселых и находчивых исполнилось 50 лет. К этой дате в Москве открыли памятник Юлию Гусману. При ближайшем рассмотрении памятник оказался самим Юлием Гусманом, который уснул во время веселого выступления команды из Саранска. В Калининграде родился семимиллиардный житель земли Петр Николаев. Надо же! Больше всех старались китайцы, а повезло русскими. Международным новостям. Премьер-министр Греции предложил реальный план для выхода страны из кризиса. Нужно принести жертву Зевсу или найти золотое руно. На эти важные цели Греция просит у Евросоюза еще 100 миллиардов евро. В Подмосковье появились байкеры, которые нападают на звезд эстрад. В ситуации попробовал разобраться наш корреспондент Павел Душков. Павел? Да, я нахожусь на той самой заправке, где произошел конфликт между Юрием Антоновым, человеком в шлеме. Так сказать, гением и владейством. Ищут ли байкера милиция? Да, уже во все отделения разоснул фоторобот преступника. Павел, и что вы собираетесь делать? Вот я собираюсь воссоздать атмосферу того рокового дня, чтобы... Получай! Я вам говорил, что он вернется! А вот попечали! А вот попрадки! Я сейчас здесь, наизусть! Не порадуйся, вот не бей! Это был наш репортер Павел Душков, не понаслышке знакомый с техникой летящей походки. Совсем недавно свой юбилей отметила известная телеведущая, радиоведущая, ресторатор, обологер, общественный деятель и, по слухам, неплохой человек Ксения Собчак. Здравствуйте, Ксения. Так, пипетки, руки убрали от самца. Занято. Я-то тебя олигарха нового отхватила. На минуту нельзя ставить. Так, руки убрали, я все вижу. Настроение я вижу не фонтан. Да почему же? Выше среднего. А есть салфетка, кровь стереть? Хорошо. Несчастный случай. Да почему же? Счастливый. Один из ваших начал интервью с вопроса «И каково этот рецепик?» Как же плохо кровь оттирается. Ксения, я смотрю, вы пришли к нам в студию с подарками. Это все нам? Нет, вы знаете, это все мне. Я уже неделю их распаковываю, никак они не кончаются. Давайте посмотрим, что здесь. Давайте. Ракетка для бадминтона. Интересно, от кого? Вы что, действительно не понимаете, кто мне мог подарить ракетку для бадминтона? Да кто угодно! Это же подарок номер один в Москве сейчас. Ксения, а что у вас за огромный сверток? Давайте посмотрим. С удовольствием. Не может быть! Ну ладно, мне нравится. Потом досмотрю. Ну что же, Ксения, у меня к вам еще один последний вопрос. Так, пипетки! Я что, непонятно проартикулировала? Сейчас руки все повырываю вам. Ну что ж, на этом понятные слова у меня закончились. С вами был я. Ну а как дальше будет развиваться юмор, вам покажут актеры «Большой разницы». Иван, знаете, мне кажется, что если бы к Елене Прекрасной и ее мужу Менилаю мама не приезжала бы каждые два месяца, могло бы и не быть Траинской войны. Ну, вам виднее, Александр, вы знаете, а я вспоминаю, что Василиса Прекрасная в Древней Руси всегда ходила на дискотеку деревенскую с подружкой своей некрасивой Василисой Премудрой. А вы знаете, ну это все в прошлом, вы сейчас рассказываете, а вот в наше время в России появилась Серафима Прекрасная. Александр, я вам больше скажу, у нас в гостях сегодня исполнильцы этой роли Серафимы, прекрасная актриса Екатерина Поробелев. Давайте мы поприветствуем Екатерину. Екатерина Поробелев боится главной роли в сериале «Серафима Прекрасная». Дорогая Екатерина, вы наша. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Спасибо, что позвали. Вот вы, как актриса, начинаете сниматься. Вы ставите какую-то большую задачу, про что это все? Или вы играете просто человеком? Я играю просто человека. Просто человека. Я вот не умею больших задач. Вы в театре играли женские роли, и там все время такие имена экзотические. Фиклуша. Ваша Дуняша Фиклуша. Фиклуша, Смиродина. Видимо, у меня на лице написано. Дорогая Екатерина, так давайте же посмотрим прямо сейчас пародию на телевизионный художественный сериал «Серафима Прекрасная» о настоящей сильной русской женщине-серафимушке. От девичьих слез растворился трос. Видно, Богом она отмечена. И стоит одна, как крутой утес, судя по длине волос, женщина с легкостью плечом оттолкнет валун. Так уж с детства она воспитана. По лицу ее проскакал табун, чуть коснувшись его копытами. «Сердинь». 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 Со мной тебе лучше будет. Я сильная, а ты слабая. Я все равно не женюсь. Я принципиальный холостяк. Дома знают, куда я пошел. Не бойся. Я умная. Ты глупая. А вы бойтесь. Не все же вам людей пугать. Весенка, а давай ребеночка заведем? Нет. Нет, как-нибудь без меня. Хорошо. Я же говорил, я сильная. Ма, я в армию. Давай, доченька, только недолго. Симка, а правда, что тебя в детстве все жабой называли? Не жаба я. Мама говорила, что я как царевна лягушка. Что когда-нибудь, как в сказке, меня царевич найдет. Замужем я. Замужем я. Замужем я. Не нервничай. Ну, дыши глубже. Стоп, стоп. Выдышай. Просто. Стой. Стоп. Да замужем я. Да знаю я. Ты? Нет, не я. Ты. А кто? Да я это. Ты. Пипец. Все, проехали. Вижу, все хорошо у вас. Да у тебя вижу тоже. В норковой шубке. В июле. Кто там, Серафий? Витя. Витенька. Витя. Я звонила тебе, Витя. А ты мне не отвечал. Так это, у меня симка новая. Витя, поехали со мной в Москву. Нет, Ира. Я в Москву не могу. Максимум в Калугу. Ну, ничего. Жизнь все растает по своим местам. И будьте вы прокляты. Витя. 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 Витенька. Витя. 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 Ты не умрешь, Витя. Я же царевна лягусь. Ты же помнишь, Витенька. Сейчас я начну снимать с себя одежу. Вот. И ты начнешь меня вожделеть. Вот. Ну, по крайней мере, так мама говорит. Витя. Витенька. 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 Очнись. Я обещаю, я больше так не буду, Витя. Учти, Витя, если я начну делать искусство. Я чувствую дыхание. Я же тебя лопну, Витенька, как грелку. Витя. 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 Раз. 150 лет объединения Италии. Два. Ну и, соответственно, в одной семье московской, которую я знаю, в ней отмечали все эти праздники и при этом еще два внутренних юбилея. А именно, Олегу Газманову 60. А Родиону Газманову 30. Вот так, друзья. Так давайте же поздравим семью Газмановых, богатую на юбилей в этом году и подарим им. Что мы можем подарить, Александр? Я принимаю вашу идею. Залихватскую пародию можем подарить. Это лучше, чем японский внедорожник. Гораздо лучше. Пародия для семьи Газмановых прямо сейчас. Большой разницы. Москва. Звонят колокола. Москва. Золотые купола. Москва. По золоту икон проходит летопись времен. Москва. Спасибо, Москва. Спасибо, ребятам из молодежного центра марафонского танца, с которыми я работал все это время. Дорогие друзья, как видите, я уже не тот. Сейчас пел всего какие-то 24 песни, и вот влажно. И я принял непростое для себя решение. Я ухожу. И сейчас я должен назвать своего преемника. Следующим Газмановым я объявляю своего сына Родиона. Нет, пожалуйста, отпустите, я заплачусь. Пожалуйста, только отпустите, ну. А вот и ты. Я так долго тебя искал. Где же ты был все это время? Да я так мотаюсь Москва, Питер. Нашли его в рыбацкой деревеньке на Филиппинах. Скрывался под чужой фамилией. Как сигановка мы же еле догнали. Моя кровь. Нас, Газмановых, голыми руками не возьмешь. Родиа. Папа, я закончил финансовую академию. Я директор крупной фирмы. У меня свой бизнес, папа. Не плачь, сынок. Скоро закончатся все твои кошмары. Я передаю в твои руки всю свою империю. Вот оно, мое сокровище. Папа, там что, гонорары? Если это деньги, мы могли бы их вложить и... Это не просто шинель, сынок. В этой шинели я брал день города Казани, Саранска и непокорного Омска. Примерь, сынок. Это не просто шашка, Родиа. Этой шашкой твой отец порубал сервант, два пальца и колонку на свадьбе кубанского атамана. Запомни, сынок, никогда, слышишь, никогда не пей вровень с кубанскими атаманами. На. Это... всё. Вроде. Теперь ты Газманов Олег. Сделай-ка знаменитый Газмановский флях назад. Только не флях назад, пап. Не позорь папу перед людьми. Ну, здесь твёрдо. Везде твёрдо, Родиа. И в Киеве, и в Минске, и на палубе. А ну-ка, флях назад. Ну, я согласен. Ну, прямо с места тяжело. При помощи табуретки будет легче. Не волнуйся, сынок, сейчас всё получится. А ну-ка, флях назад, быстро. Стоп, не надо, не надо. Я делаю. Ну. Раз, два, три. Иди, иди в свой бизнес. Шинель! А, да. Ты ещё не готов променять серость наживы на великое сумасбродство в день милиции. Спасибо, пап. Спасибо. Я остаюсь на второй срок. Ещё на 60 лет. Я сегодня не такой, после сальто приземлений не то. Знать, наверное, на покой мне пора, но меня ведь не заменит никто. Скоро мир узнает суперновую звезду, я на португальский и Саул переведу. Вставлю перья в пескозырку и на карнавал. В Рио-де-Жанейро я давно о нём мечтал. В Рио-де-Жанейро я давно о нём мечтал. Ну что ж, друзья, а у нас пародию, добрую, дружескую пародию на юбилей Олега и на такой, я бы сказал, смазанный юбилей в нашей пародии Родиона Газманова. Смотрел Родион Газманов. Давайте мы пригласим Родиона к нам на сцену. Родион, выходите. Родион Газманов большой разницы. Здравствуйте, Родион. Присаживайтесь, пожалуйста. Скажите, похожи ли вы были на экране, Родион? На ваш взгляд. Я коротко начал стричься полгода назад, но всё остальное получилось, да. Но фляг у меня ничего не получался. Вот сцена практически повторилась, потому что, когда мне было лет, наверное, 12-13, папа попытался меня заставить сделать фляг. Вот. У меня не получилось. Что сказал папа? Я его разочаровал. А дальше что он сказал? Ну, после этого появились планы поступления в финансовую академию. А, вот так вот. Вы поступили же всё-таки в финансовую академию. Да. И вы её закончили. Закончили. Как ни странно, да. Нет, ну некоторые в академиях учатся и до 36. Но скажите, вы получили диплом и род ваших занятий сейчас? Не поверите, сельское хозяйство. Расскажите просто в двух словах поподробнее, что есть в сельское хозяйство. Мы занимаемся поиском и внедрением инноваций в сфере сельского хозяйства. Какими конкретно инновациями? Просто дайте нам хоть что-нибудь. Я сейчас скажу про нанотехнологии, и вы опять начнёте шутить. Нет, мы с удовольствием послушаем. Нанотехнологии в сельском хозяйстве? Да. Почему вы не пошли по стопам папы? Знаете, есть замечательная цитата, по-моему, Кнышева, да? В искусстве он шёл по стопам великих, поэтому следов не оставил. Вот. Родион, что подарил вам папа на день рождения? Что вы подарили папе на день рождения? Папе я подарил вертолёт. А вот теперь ни у кого не возникает сомнений, почему дети... чем занимается Родион, успешно. А потому что пели бы вы, Родион, подарили бы новую песню. Да, или шашку. А я пою, уже точно. А вы поёте? То есть у вас есть группа? Не угомонитесь всё-таки. У вас есть группа? Да, а ты не знал? Я не знал. Родион, простите, пожалуйста, как называется группа? ДНК. ДНК. Понимаю вас. Понимаю вас. Собственно, при покупке на определённую сумму наш концерт бесплатный. Ты видишь? Отличный бизнес. А при покупке на сверхсумму... При покупке на очень большую сумму концерт Олега Михайловича Газманова тоже. И Олег Михайлович может подъехать, если у вас совсем большие продажи. А если просто весь товар купили, так ещё и Лев Валерьянович с Владимиром Натановичем подъедутся. Родион, скажите, а что подарил вам отец, если вы ему вертолёт, а он вам? Песню. Ну да, логично. Он мне подарил деньги на этот вертолёт. Ах, вот оно что. Родион, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Спасибо огромное, что вы выглядите как человек, который решил не останавливаться на инновации в собственном костюме и двигает дальнейшее в сельское хозяйство. Если все, знаете, люди, занимающиеся сельским хозяйством, будут выглядеть так, как вы, и петь в группе ДНК, мне кажется, наше сельское хозяйство ждёт большой рывок. Группа ДНК не выдержит просто, я боюсь. Ну ладно, перестаньте. Вы играете в группе ДНК на каком-то инструменте? На гитаре, да. Сколько всего человек в группе ДНК? Я хотел сказать один, но вы не поверите. Нет, нас шесть человек. Шесть человек. Фамилия басиста? Кульневский. Всё, спасибо. Проверка закончена, друзья. Родион Газмаров сегодня большой разница. Спасибо. 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 Давайте поаплодируем 30-летний Родион Газмаров с 2011 года. Родион Газмаров большой разница. Большая разница. Большая разница. Иван, исторический факт для вас специально. В Испании был судебный процесс, где подсудимой была моль, она была признана виновной и приговорена к отсечению головы за порчу ценного гобелена. Основываясь на этом прецеденте, я так понимаю, вы решили дать ход делу ботинки Александра Цекала против кота? Да. И рецидивист будет наказан. Что же, Александр? Если рецидивист будет наказан, то мы можем прямо сейчас пригласить на эту сцену людей, для которых наши с вами примеры подобных дел являются... Детским лепетом. Детским лепетом. В вершиной, верхушкой айсберга. У нас в гостях люди непосредственно связанные с программой суд присяжных на канале НТВ. Давайте их приветствовать. Ксения Печенек и Игорь Симонов. Большой разницы. Здравствуйте, друзья. Присаживайтесь. Вы настоящие юристы, адвокаты, прокуроры? Да, мы абсолютно настоящие. Нет, ничего страшного не было бы, если бы вы были актерами, которые так талантливо исполняют эти роли. Спасибо. Нет, юристы настоящие, прокурор не настоящий. Прокурор, понятно, настоящий. Но расскажите, у вас юридические практики существуют, да, или как это вы? Да, конечно. Что называется, я в шкуре прокурора. От шкури, это очень важно. Скажем, в шубе. Задам вопрос, который, может, покажется вам странным. Вы знаете о существовании компьютерной игры, которая называется «Злые птицы» или «Энгри Бёрдс». Знаем. Вы знаете? А вы откуда знаете? Оттуда. Мы расскажем для Ксении, для всех телезрителей, что есть некая очень популярная игра во всем мире, и думаю, что вы, на самом деле, большинство вас ее знает, которая заключается в том, что птицами ты стреляешь по свиньям. То есть то, чем занимался Петр Первый до того, как решил основать Санкт-Петербург, было решено вынести в рамках компьютерной игры, а именно стрелять птицами по свиньям. Что может быть более увлекательным? Мы долго об этом мечтали. Ксения, я знаю, что на первый взгляд... Я знаю эту игру, я просто не знала, что она так называется. А, она не знала, что... Злые птицы, они так называются? Да. Энгри Бёрдс. Первоначальное название ее «Несчастные свиньи» или «Злые птицы», как ее привыкли считать другие. Мы попытались представить, что было бы, если бы в программу суд присяжных пришли и те, и другие и попытались предъявить друг другу обвинение. Итак, друзья, пародия на суд присяжных «Большая разница». Смотрите на экран. Они обвиняются в разбойных нападениях и хищении имущества в особо крупных размерах. Защита настаивает на их невиновности, в то время как обвинение уверено, что их нужно надолго изолировать от общества. Кто прав, а кто виноват? В этом предстоит разобраться присяжным. Всем встать! Судья идет! Мариночка, не судья, а суд. Да, господин суд. Я прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Итак, сегодня слушается дело, имеющее широкий общественный резонанс. Дело, которое коснулось миллионов ни в чем не повинных людей по всему миру. И я не думал, что после 30-летней карьеры судьи скажу что-нибудь подобное, но рискну. Птицы против свиней. слово предоставляется обвинению. Пожалуйста. Благодарю вас. Ваша честь. Уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, 10 декабря 2009 года группой РЫЛ по предварительному сговору было совершено разбойное нападение, целью которого являлось хищение имущества потерпевшей стороны в виде яиц. Действия злоумышленников попадают под статью 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предлагаю ознакомиться с видеозаписью следственного эксперимента. Ваша честь. Благодарю вас. Мариночка, помогите нам, пожалуйста. Да, господин суд. Давай, показывай, как убивал, как закапывал. Давай, животное, блядь. Чё, да какая нахуй разница? Давай, иди, показывай. Иди, блядь. Блядь, встал, блядь, иди. Ваша честь. Господин суд. Я слушаю вас. Ваша честь, мне кажется, что обвинение предвзято относится к моим подзащитным. С какого ***? Игорь Борисович, простите, я хотел сказать, с чего вы это взяли? А с того, что на предварительном следствии вы, Игорь Борисович, жаловались мне, что третью неделю не можете пройти пятый уровень. Это наглая ложь? Это наглая ложь, ваша честь. Не третью неделю, а всего только вторую. Значит, для дачи показаний приглашается потерпевшая сторона. Если не ошибаюсь, значит, вы три птицы, красная, чёрная и белая, 2009 года рождения. Всё верно? Расскажите, пожалуйста, суду, что произошло. Что произошло? Пишина и порядок ссали сюда. Так, у обвинения есть вопросы? Да, ваша честь. Потерпевшим, пожалуйста. Скажите, уважаемые птицы, как пройти пятый уровень? Игорь Борисович, ну вы же своё мнение. Прекратите, я требую порядка. Взяли сюда. Скажите, как пройти? Прекратите. Игорь Борисович, остановитесь. Обвинение без сознания. Пройди пятый уровень. Кто-нибудь. Игорь Борисович, вы на каком уровне сейчас находитесь? Я не помню. У меня дочка уровней запоминает. Но вы играете. Саша, это невозможно. Саша не играет. Я вклинусь, Саша не играет. Надо учить. Надо учить, Саша, тебе играть. Более того, мы можем играть в Angry Birds вместе с тобой. Я могу тебя бросать в Останкино. Останкино ты называешь свиньёй? Нет, почему? Смотря какую студию. Скажите, друзья, а какие самые странные дела на вашей памяти всплывают из разбирательства ваших судебных? Я помню историю, когда в одном из судебных процессов одна из сторон выхватила оригинал документа и немедленно его сживала. Это был уникальный документ. А это было дело шесть томов? Не шесть томов, нет, это был уникальный документ про устанавливающие середины века, то есть его установить было невозможно. И человек-то съел? Съел, да. Заходим. Ему за это было? Ему за это было? Реально ничего, доказалось нет. Три комнаты в коммуналке? Кстати, давление со стороны прокурора или со стороны адвоката на присяжных возможно в вашем случае? В нашем случае нет. Жанр сам обуславливает некоторое злоупотребление ввиду того, что это шоу, некоторое злоупотребление со стороны режиссера. Вот по поводу шоу, вот смотрите, знаете, как получается, что вы заранее знаете, чем закончите? Нет, вот это вот уникальное шоу. У нас никто никогда не знает, какое будет вынесено решение. Это действительность. Но иногда бывают очень сложные, тупиковые, они в большей степени связаны с юридическими аспектами случаев, когда режиссеру приходится вмешиваться, когда просто присяжные не очень понимают юридическую составляющую. У вас же есть хронометраж, вы все равно должны дело закончить. Дело заканчивается так или иначе. Вердикт все равно будет. Дело заканчивается так или иначе, вердикт все равно будет. Саша, ты помни, и у нас нет срока давности. Так что придется тебе за то кровельное железо-то, как говорится. Расплатиться? Ну как расплатиться? Два условно и вперед. Друзья, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Мы желаем вам удачи в вашей адвокатской практике, в вашей телевизионной практике. Ксения Печенек и Игорь Симонов. Большой разница. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Большая разница. А знаете, Иван, я решил последовать вашему примеру, начать сольную карьеру во всех отношениях. Так и петь, и вести. И у меня уже есть выгодные предложения. Меня пригласили быть солистом кубанского казачьего хора. Замечательно, Александр. Я так и вижу, как вы выходите и поете, распрягаете, хлопцы, пони. Друзья, мне кажется, что особенно интересно будет посмотреть, Александр, на вас, как вы среди 200 человек будете стоять в одном тесном помещении. Вы же клаустрофоб, Саша. Вы же боитесь всего этого. Нет, неправда, неправда. Там прекрасные условия. Прекрасные. Корпоративный дух. Штаны с лампасами. Усы. Ну, там все хорошо, красиво. Давайте посмотрим пародию на казачий хор, который пишет райдер директору Кремлевского дворца. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ё-с-с-с-с! Я-с-с! Приба моей мечты! Ё-с-с! Ё-с-с! Я-с-с! А ну стоп! Не время веселиться, ребята, дурная весть у меня. Деньги за последние гастроли Канули в реку вселенского небытия Проклятыми демонами утянуты в омут ее Атаман, а можно современным языком, а? Акции Краснодар-Сенвич упали на 800 пунктов Так что отныне переходим на режим жесткой экономии Будем жить как деды наши жили, как прадеды наши жили На бойся! На бойся! Не, ну не настолько же, не настолько же жестко Не, будем жить гордо, но скромно А посему убирай, убирай вот эту свою дьявольскую машинку, убирай Так, вот, держи, держи, держи Наши деды так писали, наши прадеды И мы так писать будем Так, пиши начальнику Кремлевского дворца От атамана хора кубанских казаков Выступаем мы на Москву Хор 5 тысяч ртов Каких 5 тысяч? Нас всего с тех персоналом 157 человек Запугаем Запугаем! Наши прадеды пугали Наши деды И мы запугаем Пиши 5 с половиной Напишал? Да А вот это что такое? Это дьявольский смайлик Я убедительно здесь Дай сюда, дай сюда Все самому делать приходится Все самому приходится делать Так, все тут у нас Так и коньяк свой вписал, да? Вписал коньяк Так, надо нам Педикюр Так, педикюр Что за педикюр? Мы с вами кто? Казахи! Наши деды? Деды! Прадеды! Прадеды! Ну и все, какие вопросы? Педикюр Педикюр? 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 Педикюр Так, голубя мне надо срочно Голубя! Так, о, голубь Метко Так он же мертвый Атаман! Так срочно бывает только таких Эх, что бы вы без меня делали? Ну, держи Канули в реку небытия Да, да Дай сюда Вот так Вот так Писарь! Да, Атаман На Неси Кремлевский дворец Ого Атаман Да куда же я с ним сдохлым-то? Меня ж в поезд не пустят Можно в фольгу завернуть Типа курица А кто же сказал поезд? Скачи, Писарь Шо грустишь, казак? Думу-думаю, атаман Это ж через сколько меня заметут Ежели я в Кремль въеду на коне Сдохлым голубям И с просьбой Апедикюр Да, твоя правда, Гришка Твоя правда Морда у тебя действительно криминальная Дай сюда Дай Так, вот, ты Красавица, иди сюда Ты у нас из какого подразделения будешь? Балет Вот, отлично Скачи, казак Давай На Москву Вот так Вот так Хорошо Так, Писарь Садись Писать будешь Начальнику дома культуры в Магнитогорск Беда Беда у дома Беда Что такое? Хор турецкого напал Письмо добрали Сказали Сказали Они теперь на Москву С концертом идут Да как он посмел Казаки За балалайки За балалайки На Москву Выступать идем Расчехляйте клопцы Бурнина Чищай Запад Танцор Мы не только Самый старый Но и самый модный хор ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Большая разница Друзья, Александр, простите, вы что-то хотели сказать, но я вам не дам, потому что у меня уникальный манускрипт в руках. Это письмо Александра Цекала Квентину Тарантино. Иван, ну перестаньте, это личное очень. Александр, мы читаем чужие письма. Во-первых... А как оно к вам попало? Я объясню, вернулся скороход, с которым вы послали это письмо. Да, вернулся, потому что, во-первых, нельзя посылать человека старше себя с письмом. Во-вторых, по третьему транспортному кольцу он вернулся, сплюнул серую слюну и отдал мне письмо. Вот текст, друзья. Ну вот, давайте, Александр, сразу ошибки. Да, в Голливуд до востребования нельзя писать через А. Во-вторых, странная тема. Письма, вот это вот, я и все остальные ветераны российского кино. Тоже нельзя. Ну дальше что здесь у нас? Стандартно все, угрозы. Прекрати снимать свои кассовые фильмы, зарой свой талант. О, смотрите, что-то новенькое. Перечитай «Преступление и наказание» и посмотри, как заканчивают такие, как ты. Ладно, ну между прочим, там не я один это письмо писал, там многие с московского кинофестиваля подписались. Значит, друзья, Александр, для вас и для всех остальных. Квентин Тарантино перечитал Достоевского, Александр, как вы просили, и поэтому у нас прямо сейчас фильм Квентина Тарантино «Только не убить Билла, а убить бабку». 190-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского посвящается. Я Родион Раскольников, и я еду к старухе-проценщице, чтобы вершить суд. Все должники будут отомщены. Справедливость восторжествует. Почему я в таком дурацком наряде? Вы еще мою лошадь не видели. Глава первая. Человек-излюберец. Что будете пить? Бутылку теплого самогона. Теплый самогон? Очень, очень хорошо. Теплого самогона. Что привело вас, Люберцы? Я ищу мастера Михея. Мне нужен один из его топоров. Постой! Попробуй второй сверху. Да, вот этот. Я хотел показать тебе эти топоры, но ты должен знать, что я храню их для усложнения чувств и эстетического удовольствия. Ну, или если пожар там. Я их в магазине купил. А нормальные топоры я больше не делаю. Почему я должен тебе помогать? Потому что мой враг когда-то разорил 20-процентными годовыми твою фабрику топоров. Попробуй второй вс clinic. Увидимся! Подожди меня здесь. Мне понадобится минут десять, чтобы изготовить топор. И не пей ты теплого самогону. Даже стаканчик? Даже стаканчик? Месяц спустя. Я закончил топор. Хотя двадцать восемь лет назад поклялся перед следователем и мы их больше не делаем. ЗВОН БОЛОСА ЗВОН БОЛОСА Вам нужны? СИРЕНА СИРЕНА М-м-м... ЗВОН БОЛОСА ЗВОН БОЛОСА ЗВОН БОЛОСА благородной цели. Дрожащая тварь недостойна трепета сердца. Иди и отомси за мою топорную фаврину. Глава вторая. Разборки в доме высохших листьев. Осталось последнее дело. Отправить к праотцам старуху и ее сестру. Иду, иду. Кто там? Старуха, у нас с тобой не закрытый должок. Выходи, старуха. А чего я-то? Будешь знать, как двери не забирать. Приветик. Ты ее сестра. Я знаю, что ты считаешь своим долгом защищать старуху. Но я умоляю тебя, уходи. Это называется умолять? Умолять ты будешь. Иначе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже все? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это то, что я думаю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порвите этого сукиного сына! Где ты, старуха? Да ну нафиг! Какой у тебя впечатляющий топор! Его изготовил люберецкий мастер Михей. Я вижу. Зачем тянуться смертью в таком красивом месте и с таким идиотским топором? Главное, не из чего сделан топор, а в кого он вкладывается. Это действительно лучший роман Достоевского. Большая разница! Ну что ж, с вами была «Большая разница» и вот о чем хотелось бы напоследок поговорить. Александр, вы, если можно, заканчивайте побыстрее, я тороплюсь. Что, Иван, опять второй аппетитный корпоратив? Нет, Александр, очень поздний вечер, мне нужно отца забрать из театра в Петербурге. Вот оно что! С вами была «Большая разница». Увидимся!